Здравствуйте! С вами видео недельного национального пресс-центра и я, Анастасия Питкевич. К концу года в Минском метро планируется удвоить число камер видеонаблюдения. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Минского метрополитена Ростислав Юриня. Также глава Минского метрополитена обратил внимание, что в текущем году в метро появятся 24 зоны досмотра, а к 2015-му они будут оборудованы на всех станциях. С 1 апреля на БСК-карте пойдет совмещенный со всем наземным транспортом билет. То есть те бумажки, которые выдаются дополнительно к нашим билетам на пластиковых картах, они должны уйти. Они должны уйти. И вся информация, которая по билету, будет загоняться на чип одной радиокарты. Количество смертей в результате заболевания раком за прошедший год снизилось на 8%. О том, как избежать возникновения заболевания, рассказали представители Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии имени Александрова. За последние 10 лет смертность от злокачественных новообразований у нас в республике сначала стабилизировалась, а потом и снизилась на 8%. Это уже серьезные достижения нашей онкологической службы. Причины снижения смертности достаточно многогранны, но основными среди них являются, во-первых, улучшение ранней диагностики. То есть чем больше мы выявляем пациентов на ранних стадиях заболевания, тем лучше и результаты лечения. Ну а вторая причина – это внедрение новых протоколов диагностики и лечения у нас в республике. Сегодня эти протоколы соблюдаются очень строго и на всей территории республики, независимо от того, где проживает пациент, он получит лечение в соответствии с этими протоколами. В Беларуси самой быстро развивающейся сферой бытового обслуживания стали парикмахерские услуги. Об этом в ходе пресс-конференции заявила начальник управления бытового обслуживания населения Министерства торговли Республики Беларусь Валентина Левковская. 2013 год довольно для нас был таким результативным. В сфере открыто 1140 новых объектов бытового обслуживания, создано 2557 рабочих мест. Внедрено в производство более 2000 образцов разных моделей изделий, которые на сегодня предоставляются потребителям. Это изделия швейные, трикотажные, ремонт обуви, мебель, ритуальные. И самый основной такой вид, который у нас сегодня очень активно развивается, это услуги парикмахерские. Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси активно сотрудничает с российскими коллегами по широкому перечню научных направлений, среди которых наноматериалы, айти-технологии, фарм- и биотехнологии. Об этом проинформировал председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец. Если говорить о наиболее таких ярких проектах, это уже реализованный проект совместно России и Беларуси по созданию современного суперкомпьютера «Скиев». На время его создания он входил в 100 самых быстродействующих компьютеров в мире. То есть это очень существенно большое достижение. Немаловажным направлением это биотехнологии. Это программа «Трансген» по созданию различных видов животных. Это программы по стволовым клеткам, которые открывают абсолютно новые и очень большие громадные возможности новых подходов к лечению широкого круга заболеваний. Это программы по наноматериалам. И здесь молодежь принимает очень активное участие. На этом наша видеонеделя завершается. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова